Наши выдающиеся русские ученые, Константин Циолковский, Александр Чижевский, Владимир Вернацкий, основоположники русского космизма, представители его естественно-научного направления, давно пришли к выводу, что наша Солнечная система – это часть большого живого организма Вселенной. Солнечная система представляет собой клетку, живую клетку Вселенной. И эта клетка, как часть целого, должна жить по законам, устанавливаемым этим целым, то есть Вселенной. Таким образом, клетка, работая на общее благо, проливает жизнь всему организму, а значит и самой себе. Но если клетка отказывается по какой-то причине жить по установленным этим целым правилам, то включается в работу иммунная система организма, и данная клетка помещается в карантин, чтобы зараза, болезнь, вирус, находящийся в этой клетке, не распространялся дальше на весь организм. В таком же положении находится сейчас все человечество. Человечество как будто сошло с ума. Тот запредельный эгоцентризм, который присутствует в человечестве, тот ужасающий потребительский уровень жизни и агрессивное поведение, которое демонстрирует человечество, ни в какие рамки не укладывается. Посмотрите на события 2020 года. Пожары, ураганы, наводнения, землетрясения, солнечные вспышки, пандемия COVID-19, сама природа, земля и космос. Говорят нам, человечество, пора остановиться, вам пора опомниться. Вы зашли слишком далеко в своем тотальном потребительстве, в своем тотальном эгоцентризме. Если вы не изменитесь, вы можете уничтожить как сами себя, так и планету, на которой живете. Кто-то скажет, ну, пожары и наводнения были всегда. Это всего лишь стихийные бедствия. Бывало и пострашнее. И ничего. Вот именно. И ничего. Мы должны были измениться давным-давно. Посмотрите на то количество антропогенного мусора, который присутствует на орбите Земли. Посмотрите на количество видов, животных, птиц, рыб, истребленных по вине человека. Посмотрите на тот колоссальный ущерб, который наносит человечество в биосфере Земли, экологии планеты. И ситуация усугубляется постоянно происходящими техногенными катастрофами. Посмотрите на то, в каком состоянии находится психосфера планеты, как люди порой относятся друг к другу, какие ценности пропагандируют, на что они готовы, ради собственной наживы, ради власти, ради денег. Доходит даже до того, что некоторые заявляют, будто такие качества, как агрессия, ненависть, жадность, зависть и другие подобные им, изначально присущи природе человека. О нет, это не так. Данные качества составляют основу эгоизма. Эгоизма, который, как вирус, как зараза, как болезнь, опутал собой все человечество. Эгоизм через единичное эго внедрился в тела людей и управляет их поведением, выдавая черное за белое, страдание за любовь, предательство за целесообразность, подлость за умение жить и так далее. И наоборот. Но так не может продолжаться дальше. Мы должны измениться. Мы должны излечиться от эгоизма. Но как? Человечество должно трансформировать свой эгоизм. Не избавиться от него, а трансформировать. Потому что он уже стал частью нас. Мы не можем отбросить часть себя. Мы можем ее трансформировать и использовать эту энергию в нужном для нас русле. Направить ее на созидательные цели. На усиление своей нравственности. И через это изменится наше восприятие окружающего мира и нас самих. Изменится отношение людей друг к другу. Изменится отношение человечества к планете. Появятся новые знания, все, которые необходимы человечеству для его эволюции, для его дальнейшего развития и совершенствования. Именно этика и нравственность, и это подтверждают выдающиеся ученые, русские космисты, являются ключом к эволюции человечества и выходу за пределы планеты Земля для дальнейшего освоения Солнечной системы и всего космоса. Иначе нас туда просто не пустят разумные силы космоса. А они, конечно же, существуют, независимо, верите вы в них или нет. И наша задача научиться понимать друг друга, научиться уважать друг друга, относиться с благодарностью друг к другу и к нашей планете, которая является нашим домом, и проявлять свои самые лучшие человеческие качества. Ведь кто знает, что ждет нас там, куда ведет эта светлая дорога. Дорога в будущее. И, конечно же, мы не одиноки во Вселенной. Но вы ведь и так знали это, не правда ли?